Добрый день! Моя профессиональная деятельность началась в 2009 году во Дворце Творчества Выборгского района. Я выбрала трудную, но очень интересную и увлекательную дорогу. В детстве я мечтала стоять у доски и открывать детям новые горизонты, новые перспективы. Я представляла, какими они станут, чему я смогу их научить. Связывая свою жизнь с профессией педагога, я прекрасно понимала, что буду дарить частичку себя. И сейчас каждый день я живу этой профессией. В своей работе я соблюдаю следующие педагогические заповеди. Принимать ребенка таким, каков он есть. Все дети талантливые, только талант у каждого свой. Его надо найти. Быть справедливым и последовательно. Быть справедливым это значит увидеть победу, пусть даже самую маленькую, даже просто старание ребенка. Приучить ребенка мыслить самостоятельно. Чаще улыбаться детям. Улыбка педагога создает общий благоприятный психологический настрой. Проявлять неподдельный интерес к личности каждого ребенка. Воспринимать вопросы и высказывания детей всерьез. Отслеживать результат моей работы, анализировать и прогнозировать его. Я часто думаю о том, как сделать свои занятия интересными и плодотворными. И ответ на этот вопрос я нахожу в творчестве. Я занимаюсь флористикой, так как мне очень импонирует данный вид искусства. И он развивает многие таланты. Он может раскрыть ребенка со всех сторон, а также показать его лучшие качества. Детство – это не подготовка к будущей жизни, это сама жизнь. И от того, как оно пройдет, кто поведет за руку ребенка, зависит, каким человеком он станет. Не детей не талантливых, просто у всех способности разные. Увидеть их и помочь их раскрыть – моя задача. Для детей очень важно чувствовать себя значимыми. Ведь дети такие же, как взрослые, только маленькие. Природа подарила мне крылья и тайны вдохновения. И это тайна в бережном и трепетном отношении к внутреннему миру и миру вокруг. Я хочу, чтобы каждый ребенок, осознав свою значимость, почувствовал эту особенную, ни с чем не сравнимую радость творчества. Теплая и дружеская атмосфера на занятиях Татьяны Васильевны побуждает меня возвращаться сюда снова. Ведь каждый из них маленький или большой, робкий или озорной, мечтательный или веселый. Сам целая вселенная, многогранная, загадочная, непредсказуемая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И я благодарна им за это. Я продолжаю учиться всю жизнь и не успокаиваюсь над достигнутым, ищу новые ответы на вечные вопросы. Кто я? Достойна ли я? Достаточно ли моих знаний? Могу ли я смело, убедительно вести диалог со своими воспитанниками? В заключении хочу произнести слова Кушинского. Учение, лишенное всякого интереса, убивает ученике охоту к учению. Лично я не могу позволить себе, чтобы в глазах моих учащихся появилось разочарование. Считаю, что интерес – это ключ к знаниям, и его необходимо поддерживать в детях. Умение увлечь своим предметом и есть педагогическое мастерство, которым я стремлюсь каждый день.